Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и в преддверии нового года я решил снять абсолютно честный обзор на самый, что ни на есть, новогодний танк в нашей игре. Да, пускай самый притрушенный внешний вид, какой только можно было придумать он имеет, но знакомьтесь, Рудольф. Многие данные тачку знают, помнят, у кого-то может быть в коллекции есть, а кто-то в свое время продал для того, чтобы получить за него голдишки. Кстати, ребят, если вдруг когда-нибудь Рудольф вам попадется каким-то образом и вы захотите получить голды, то получите 500 золота. Не так уж и много и мне кажется, что все-таки за 500 голды лучше оставить его себе в коллекции, пусть стоит рогатый, сахатый, короче говоря, радует глаз периодически ближе к Новому году. Вообще было бы круто, если бы игроки такие машины ближе к Новому году выкатывали из ангара для того, чтобы добавлять праздничной атмосферы в самих боях. Ну и плюс к тому давали бы возможность поживиться дополнительной хпшкой, отобранной у вашей команды, с помощью накидывания в вас, соответственно, урона. Что касается возможности пробивать его, вообще никаких проблем не составляет. Картон картонный, хоть и средний, но огромный. Что касается переднего вот этого верхнего бронелиста, то 92 миллиметра на шестом уровне с учетом привиденки. Короче говоря, даже сводиться не надо, просто закидывайте и будет вам счастье. Да, очень круто забронирован вот этот вот верхний, средний, нижний бронелист. Но только с учетом привиденки, опять-таки, да и кому нафиг интересен, с учетом того, что вот здесь сверху есть куда абсолютно спокойно забрасывать. Что самое еще неприятное, что, как я говорил, машинам довольно-таки высокого силуэта, в принципе, все семейства Шерманов, а именно с Шермана эта машина слизана, имеют огромный силуэт и картонные борта. Вот сюда можно вполне спокойно засовывать фугасы 38 миллиметров, ребят, вообще ни о чем. Что касается кормы, ну, я бы сказал, что в затылке башня неплохо забронирована, ну, а сама корма корпуса имеет 38 миллиметров, ну, 39 с привиденкой, там, в зависимости от того, как станет. Короче говоря, такой себе лакомый кусок в бою для соперников, для того, чтобы на нем себе хорошенько урона подзаработать в течение боя. Что касается сравнения с другими Шермановскими машинами, их достаточное количество на шестом уровне, есть на седьмом уровне машины, но, в целом, будем смотреть по шестеркам, потому что шестерку, в принципе, и зацениваем. Как вы видите, по орудию один в один с такой тачкой, как Шерман Лозы. Здесь полностью все идентично, один в один, что касается сведения, что касается разброса, то чутка поинтереснее, опять-таки, у Лозы. То есть здесь у нас Рудольф подкачивает и хромает на четыре копыта. Ну, а что касается скорости передвижения, то в целом все то же самое. Да, типа, на один километр лучше у Лозы отход назад, но, поверьте, разницы вы не почувствуете вообще никакой. Стоит отметить, что мощность двигателя здесь выше, но я как-то разницы тоже, честно говоря, не сильно ощущаю. А вот что действительно ощущается, так это разница в фарме. Потому что Рудольф у нас коллекционка, соответственно, имеет пониженный коэффициент фарма, хотя выше, чем у проходных машин. Сто сорок пять процентов против ста семидесяти пяти у Лозы. Вот такой вот интересный танчик получается. И фармить не фармишь, и вид какой-то странный, и орудие ничем абсолютно не примечательно. Что касается процента по победам. Целых пятьдесят три с половиной процента побед сделали целых шестнадцать игроков. Да, именно столько игроков катались на Рудольфе в последнее время. Я так понимаю, такие же маниакальные, как я, которые просто хотели к Новому году что-то там вспомнить, взгрустнуть. Короче говоря, добавить себе дополнительного новогоднего настроения. Или так, чисто, знаете, самого себя помучить. Ну и, соответственно, пойти отдыхать на каких-то плюс-минус нормальных машинах, на которых действительно это получается делать. Что касается ТТХ по орудию, стоя в ангаре. С учетом установленного досылателя и улучшенного два раза времени сведения, мы получаем три и одну десятую секунды времени сведения, разброс 0.358, неполные две тысячи ДПМ. Довольно-таки прикольное время перезарядки. Меньше пяти секунд. Единственное что, 160 единиц урона. Стандартизированный показатель для средних танков на шестом уровне. Иногда встречается даже и утяжей. Что касается пробития, то здесь у нас 128 единиц. И в целом этого достаточно против шестерок больше чем. Ну а против семерок там уже в зависимости от того, кого в бою встретить. Если вдруг не хватает, есть подкалиберные, которые накидывают 135 единиц урона, но имеют пробитие в 177. Чем действительно Рудольф крутой танк, так это углом склонения орудия вниз. Как видите, минус 12. Это прям чумовая цифра и в край комфортная, когда играешь где-то на каких-то неровностях и пытаешься из-за какой-нибудь горки, из-за холмика или из-за бархана выехать так, чтобы можно было высунуть только башню, ну и соответственно отстрельнуть по своему сопернику. В этом ему действительно не откажешь. Ну что, берем Рогатова и погнали попытаемся на нем покататься с новогодним настроением. Ну что, друзья, поехали. Честно говоря, первое, что меня расстраивает, это то, что я катаюсь сейчас на Рудольфе, вроде бы на новогоднем танчике, по траве. С учетом того, что, как вы видите, Рудольф символизирует собой сани Санта-Клауса, то у меня, честно говоря, впечатление такое, что я, как тот парниша из поговорки, стою на асфальте в лыжи обутаем, то ли лыжи не едут, то ли я не пофиншую что-то делаю. Вообще, мое скромное мнение, что разработчики, ну, зря убрали накануне Нового года карты, на которых есть снег, да, то есть заснеженная тематика, она была бы, мне кажется, более интересна игрокам во все эти зимние месяцы. Ну а так, получается, немножечко теряется, теряется весь смысл, и тут одно из двух. Либо разработчики об этом не подумали, либо им пофиншую, либо, ну, либо-либо. Ладно, бог с ним. Какая карта есть, такая есть. Что касается Рудольфа. Крайне картонная тачка, крайне удобная в отношении времени сведения, крайне приятная в отношении точности орудия, в отношении скорострельности тоже, можно сказать, чуть ли не имба на своем уровне. Мне лично в отношении орудия танчик нравится очень даже. Вот в отношении скудной живучести он меня немножко расстраивает. И я бы сказал так, не всегда приятно на нем играть. В любом случае, когда бы ты не встретил своего соперника, с какой бы стороны он к тебе не заехал, он обязательно будет делать тебе больно и неприятно. Это факт, и, к сожалению, с этим фактом приходится мириться. Если у вас есть Шерман Лозы, то вы понимаете, о чем я говорю. С одной стороны, ты обладатель крайне, крайне крутого орудия. С другой стороны, ты обладатель крайне, крайне стрёмного корпуса, который является лакомым куском практически для любого соперника. И тебе приходится как-то прыгать от одного к другому. Сначала радоваться тому, как круто ты отстреливаешь, а потом расстраиваться из-за того, что отстреливают уже в твою сторону. В любом случае, Рудольф имеет место быть. И не сказать о нем, а уж тем более накануне Нового года, ну, как-то прям совсем неуважительно к нему. Внешний вид дурацкий и, честно говоря, какой-то даже не просто детский, а, ну, я бы сказал, притрушенно детский. И ничего интересного, смешно, да и с какой-то стороны даже грустновато. Вроде бы взрослый человек и катаешься на вот таком вот тарантасе. А с другой стороны, когда ты вот так вот выезжаешь и добираешь кого-то, благодаря тому, что ты успел так бодренько перезарядиться, то вроде бы все и не настолько кисло. Короче говоря, Рудольф для меня лично это, знаете, две таких крайности, от которых ты постоянно прыгаешь от одной к другой. И, в принципе, делаешь это практически в каждом бою. В одном бою заехал и круто себя чувствовал, потому что офигенски всем натыкал, а в другом бою ты заходишь, отхватываешь по морде и быстренько отправляешься в ангар отдыхать. В данной катке был первый вариант. Три фрагов на моем счету, довольно-таки неплохой настрел, как мне кажется, и я еще и умудрился выжить на этой машине. А это действительно показатель мастерства. Ну, это для тех, кто не знал, потому что на Рудольфе выжить действительно очень-очень сложно. Что касается нашего результата, 1890 единиц урона, знак классности второй степени, и хотя бы здесь у меня идет снег. Уже хорошо. Что касается нашего результата по фарму, то это не фармер, поэтому даже не будем углубляться. 39 700, ну, будем говорить, 40 с учетом прем-аккаунтов. Что касается моей результативности в команде по количеству нанесенного урона, то бравое первое место, как в количестве урона, так и в количестве уничтоженных соперников. Танчик действительно прикольный, действительно интересный, но только в разрезе орудия, как я говорил. И если вы не лезете на нем на передовую, то, соответственно, будет вам счастье, будет вам настрел. Что же касается того, чтобы играть более агрессивно, Рудольф на это по определению не способен. Как я говорил, в него даже сводиться не надо. Просто бросаешь в его сторону снаряд, ну и, соответственно, ты его однозначно пробиваешь и забираешь часть его хпшечки. Стоит ли продавать Рудольфа, если он вам как-то достанется? Безусловно, решать вам. Но мне кажется, что даже вот такой вот глупый внешний вид танка не является причиной для того, чтобы продавать его за каких-то 500 золота. Пусть лучше стоит, и хотя бы раз в год вы будете выкатывать его с мыслями о новогодних праздниках. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. Ну а вы, если за честность на канале и честность автора, подписывайтесь на него прямо сейчас, жмите лайк и обязательно прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я побежал снимать. Вам, друзья мои, мира. Ну и обязательно спокойствие. Пока-пока.